Добрейшего геройского времени суток на связи антиквар приветствую вас героев меча и магии 5 где мы продолжаем проходить кампании из дополнения владыки севера прямо сейчас проходим кампанию ордена порядка дилемма фриды гражданская война и нам предстоит отыграть пятую заключительную миссию из этой кампании выбор гномы всегда сохранявшие нейтралитет в ответ на нападение ласло объявили империи войну еще хуже то что пропала без вести прославленная воительница фридо дочь великого годрика впрочем от этого ответный удар воинство изабель будет только мощнее и гномам придется дорого очень дорого заплатить за каждую каплю человеческой крови в общем сначала королева изабель погрузила империю в религиозную войну а теперь еще решила добавить к ней обычную войну с подгорным племенем с гномами но да это дела империи дела королева нас же сейчас интересует судьба нашей юной героини фриды давайте выбирать стартовый бонус нам предлагают мешочек бесконечного золота это плюс 250 золотых в день паладины в количестве двух юнитов и 8000 золота сразу единовременно одной суммой но я выберу двух паладинов тут в общем выбор не очень сложный для меня непонятно какая армия будет у фридо если она будет небольшая то такой бонус определенно окажется отличным подспорьем но мы сейчас все узнаем моя госпожа да что тяготит твои мысли многое и я говорю не только себе мы далеко от дома на нас ведут охоту как на кроликов сначала гномы теперь войска дункана хорошо сказано мы сами мятежники но они считают нас врагами нужно убедить их что это не так мы должны найти дункана по счастью он умеет не только волочиться за женщинами у нас есть проводник знающий эти тропы также хорошо как дункан я найду такого госпожа отлично мы объединимся с ним и тогда пусть прячутся те кто предал империю и эльрата очень радует такой приподнятый боевой дух у фриды в общем то она в не самом простом сейчас положении может быть его следует считать критическим но присутствие духа она не теряет итак смотрим на неделю неделя гусеницы неделя когда эльфы устраивают большой пир после которого следуют традиционные танцы казалось бы причем здесь гусеница да давайте с целями ознакомимся освободить дункана мятежники не испытывают симпатии к фриде они еще воспринимают ее как врага но есть человек который ей верит и способен помочь завоевать ей доверие других это дункан который теперь сидит в темнице и ждет отправки в коготь фриде необходимо освободить его и чем скорее тем лучше путь к темнице дункана проходит через земли мятежников которые наверняка попытаются напасть на небольшой отряд фриды лучшее что можно сделать в такой ситуации захватить один из городов нанять там подкрепление и освободить дункана до того как мятежники соберутся с силами ну что же звучит как план будем его придерживаться определенно давайте я покажу вам как выглядит наша барышня у нее 26 уровень совсем немножко ей осталось до 27 а именно чуть меньше 600 единиц опыта по характеристикам вы все видите армия действительно небольшая и пара паладинов пришлось весьма кстати показываю заклинания которыми мы располагаем в принципе внимательные зрители в курсе но на всякий случай покажу очень я хочу потестировать регенерацию описали мне механик его работы что она не только восполняет здоровье конкретному обкастованному отряду но также и воскрешает павших существ с ходом времени она у нас будет работать на последнем уровне на четыре хода накладываться но поскольку фрида является как тут не эксперт магии света как на общем максимально магия света у нее прокачано так что все должно хорошо работать но вот как то вот так да и огромное спасибо всем кто писал комментарии под прошлыми выпусками пятерки я в связи с своими семейными тут событиями и мероприятиями не получилось у меня на них ответить но все внимательно читал в частности мне подсказали что кристалл тайного может использоваться не только для того чтобы не допустить врага к своим юнитам но и для блокировки вражеских стрелков вот это очень важная информация тоже нужно будет это проверить на практике и пользоваться ну что же давайте покажу навыки надеюсь что родные земли здесь нам помогут все таки мы из владений гномов выходим будем спасать дункана он ждет отправки в коготь полагая что все это будет уже на траве происходить так что если это будет так если путь по снегам не затянется значит выбор этого навыка был абсолютно оправдан ну как то так давайте двигаться нам преграждают дорогу 4 паладина они к нам присоединяться будут наверно да отлично у нас 6 паладинов есть и это прекрасно кстати друзья мои мне писали знаете еще такую штуку что войска которые сейчас у нас есть альтернативные грейды да вот эти красные и ну стандартное улучшение в ордене порядка что можно одних перегрейдживать в других но если честно я как нормальный геройщик игравший в тройку для меня это просто было ну как сказать то что можно грейды там переделывать не знаю я даже подумать об этом не мог помыслить но теперь благодаря вам буду знать огромное спасибо кстати мешочек бесконечного золота тут у нас стране завис это приятно то есть этот бонус мы тоже возьмем да давайте мы запишемся я эту миссию запускаю второй раз у меня вот есть сохранение тут рядом буквально город у меня просто антивирус что-то начал ругаться пока я разбирался с этим вопросом решил просто начала перезаписать чтобы ничего не монтирует так подумалось будет быстрее ну что погнали заберем тут нам засаду устроит несколько элементарий воздуха в тот раз было четыре отряда по 5-6 элементарий так что думаю снова мы здесь подеремся и проблем никаких не будет причем я хорошую тактику в прошлый раз против них подобрал тоже мне ее подсказали кто-то из зрителей что мы делим именно паладинов на два отряда ставим их рядом и они будут возлагать руки друг на друга тем самым лечить друг дружку и таким образом коробочка вот из подобных паладинов она будет очень хороша элементарий воздуха ребята неприятно им не отвечают на атаки они быстрые у них высокая инициатива но благо что мало их до урона они особо не наносит ну давайте 16 исцелим почему бы нет конечно можно было этого и не делать по большому счету но есть возможность сделать давайте сделаем магия здесь никакая нам не потребуется и так прекрасно все пробивается остался последний элементарий сейчас мы его спокойно заберем и поедем дальше уже с мешочком золота бесконечного небольшой приток золота это всегда приятно слушайте и вот выбор не простой на самом деле почему не простой давайте поясню ну дарующие защиту я хочу брать определенно насчет воздаяния мне писали что это такая крутая штука но друзья мои я же вроде бы объяснил свою позицию почему я не хочу брать воздаяние хочу взять в ветке атаки стрельбу воздаяние да крутая штука я верю да но она завязана на боевой дух у нас нет лидерства у нас боевого духа высокого нет поэтому ну для меня это навык практически бесполезный ну или я закладываюсь на то что я найду артефакты нужны на боевой дух но это же не факт вообще до что они мне встретиться поэтому здесь я беру дарующего защиту навык защиты кстати мы получаем дополнительно берем мешочек каменная кожа общее уклонение должно быть еще общее да так и есть ну и погнали пробьем здесь скелетиков на автобоем углубляться в снега я не планирую но во первых так то можно было бы конечно но я думаю что скорость она может здесь быть очень важна поэтому давайте сразу же заберем вот эту шахту быстро заберем город и двинемся дальше что там дальше уже я не знаю вот ровно вот здесь после того как я пропустил первый ход правда почему-то я в прошлый раз прошел чуть подальше хотя вроде бы сделал то же самое ну ладно не суть здесь у меня начал ругаться антивирус и я решил перезаписываться так ну что же погнали шахту заберем посмотрим кто ее охраняет посмотрим что она будет вообще давать на это я мувпоинты потрачу на автобои просто красотка то у нас фрейда причем же здесь 9 личей не самая приятная охрана прямо скажем золото тысячи золота будет капать но отлично деньги нам здесь определенно понадобятся если нам нужно будет занимать один из городов мятежников копить там армию то деньги всяко будут необходимы побегали конечно по снегу это всегда история не самая быстрая но что поделать город гномов тоже заберем не знаю доступна ли здесь армия и вообще нужна ли она мне но забирать его нужно в любом случае охрана как вы видите тоже совсем совсем слабенькая давайте зайдем ознакомимся с городком новый для нас город вот так это все выглядит то есть прорубленная в толще скалы шахта которая уходит к лаве которая обогревает все постройки и все постройки вот крепятся к стенам специально вырубленных для этого нишах ну красиво красиво как всегда красиво все в пятерке смотрим что здесь со строительством фактически строить ничего нельзя да это что такое кузница тележка с боеприпасами гильдия магии гильдия магии ну я пока не буду ничего тратить то есть забрали мы и забрали склад меру кристаллов нам дает а вот это наверно нам пригодится слушайте и ратушу можно будет поставить да я так понимаю но склад мы строим определенно кристаллы для ордена порядка это важная история заходить сюда смысла особенно я не вижу так а таверна кстати здесь доступна или нет что-то я проглядел где она вообще таверна нет нельзя строить ну будем надеяться что в городе людей которые мы заберем доступна будет таверна и мы сюда просто пришлем человека который сможет все здесь полутать можно как нибудь нанять напасть было попрямее но видимо нет или можно было но я не понял как 115 мастеров копья тоже надо пробивать тоже там ресурсы все это приятно будет собрать слушайте очень мне нравится что она конечно бьет все на автобое ну просто вот такие простые бои проводить это всегда история не самая интересная для просмотра то есть боевых я уверен здесь будет больше чем достаточно карта большая еще и подземелья есть ну не факт что подземелья будет на всю карту это тоже нужно учитывать ну при этом полагаю нам даже поверхности хватит для того чтобы здесь порезвиться по полной программе ну что здесь никаких закутков вроде как нет выход из этого тупичка один поэтому мы движемся вроде как даже дорога здесь имеется хотя пойми дорога это или нет троглодиты хе 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 это что за звери 12 их мало ну давайте посмотрим пробьем их даже из любопытства и даже зайдем поглядим на них троглодиты заняты они здесь выглядят и что характерно они здесь зрячие да обратили внимание что они с глазками так рельеф такой себе да мне кажется я очень уж заморачиваюсь тут слабые ребятишки а я что-то прям задумался как расставляться поехали троглодиты о научили меня что вот такую штуку можно сделать через панель существ слушайте но с привычными нам троглодитами стройки ничего общего ребята не имеют похоже на какую-то разновидность не знаю гоблинов орков орков наверное ну вот что-то такое да такие маханатые пареньки ммм ух ты ничего себе у них жизни 96 даааа живое существо ужасное соседство существа существует вероятность того что враг атакованный этим существом испугается и побежит к краю боевой арены стараясь удалиться от существа на максимальное расстояние и теряя всю инициативу накопленную к этому времени хе-хе-хе-хе-хе класс свирепое возмездие при ответном ударе существо наносит удвоенный урон не может быть контракт атаковано врагом находящимся под замедлением невосприимчиво к ослаблению слушайте ну прикольные так то ребятки очень прикольно подождите сколько жизней 96 жизней у нас с руки наносит 551 урон это в какой момент она стала такой силачкой то есть я раньше внимания не обращал или что на ее таланты ну-ка давай сюда божественную силу ты деф ты вейт эффект страха арбалетчики от спинель то есть я пытался его атаковать а он меня напугал и все да и все сломалось ну тут надо полагать фрида прекрасно справится ну давайте мы все-таки наших паладинов тоже подключим к этому процессу слушайте ничего себе фрида рубит 551 урон с руки ой не туда зачем сохранить а зачем вообще кнопка сохранить вот это вот сражение чтобы потом пересмотреть я не знаю как это вообще работает кто-нибудь пользовался черкните пару слов тоже будет интересно это узнать так эльфийские лучники ну отобьем деньги по идее они тоже для нас не должны быть проблемой деньги камень опыта нам столько опыта надо уже что просто размениваться на несколько шагов в сторону этого камушка не хочется бодро достаточно по подземелью мы продвигаемся ну ничего тут такого нету поглядели на траглодитов это конечно занятное но это видимо новые существа да добавлены этой модификацией хотя вроде бы я их отключал слушайте добавление вот этих существ новых может глюк какой сбой 15 латников это приятно за это отдельное спасибо так здесь у нас кто элементали земли ну тоже пробьем с удовольствием давай только грифонов не будем на этом деле терять ребятки медленные приятные со всех точек зрения для того кто хочет пробить если их не очень много а их здесь не очень много но защиты здесь побольше да а кстати у траглодитов не глянул у них защиты что-то совсем не было чтоб только наваливала по ним наша девушка так давай божественную силу потом на себя можно еще будет бахнуть ее я вот сейчас думаю может имело смысл тележку с боеприпасами прикупить у гномиков ну то есть поставить кузницу и прикупить тележку с боеприпасами или слушать или дать каменную кожу кто ходит первый ты да ты не добегаешь что ли тут заблочен ёлки-палки ладно тогда тебя укрепи а не добегаешь ну тогда вейд сначала 28 урона ну да немного прямо скажем от веточки снята рядышком становится а у них же отпор есть да бесконечный отпор точно тут ответки то не снять с этих парней ну ничего страшного слушайте африда хороша вот это она конечно вносит как это ааа есть термин в американском спорте в американской спортивной аналитике to make a difference да делать разницу применяется к игрокам ну таким системно образующим вот который как раз ну то есть игрок делающий разницу это тот с которым команда выигрывает да вот а без него проигрывать ну причем не всегда это лучший игрок но это тот кто вот реально вносит что-то такое что добавляет что добавляет команде шансов на победу слушайте снова стоят новые ребят какие-то добавлены тургаки слушайте я эту штуку реально отключал может как-то настройки сбились или что ну давайте посмотрим на них Ну, стояли бы здесь не тургаки, а какие-то другие парни, знакомые нам. Я думаю, что не сильно бы что изменили. Но в следующей серии нужно посмотреть настройки. Так, тургаки. Двойная атака, живое существо, храбрость, натиск, колдовской удар. Ну, жизни мало, бегают недалеко, поэтому... Думаю, что здесь мы быстро и бодро разберемся. А по ним что-то вообще слабо Фрида бьет. Не понимаю, в чем дело, если честно. Что-то странное творится. Так, минус первый отряд тургаков. Сейчас за ним воспоследует и второй, да? Участь у него будет такая же. Да, странно, странно, что они начали появляться. В прошлый же раз ничего такого не было. А это у нас стоят адепты. Но эти, видимо, стоят здесь просто... Должны стоять, да? 25 штук. Вот это уже... Вот это уже поинтереснее история. Ой, слушайте, а что я в городе-то ничего не строю? Надо же там отстраивать экономику. Ладно, сейчас мы вернемся к этому делу. Что-то я заболтался. Дальше есть проход, но полагаю, что я буду на поверхность выходить. Денежки потихонечку капают. Нам нужно что? Какой уровень города? Шестой, четвертый. То есть мы ставим кузницу, ставим гильдию магии первого уровня. И будет кражестой уровень. Что в гильдии? Какая магия у гномиков? Есть жизнь. Это хаус же, да? Красный и призы. Ага, любопытно. Новая тоже для меня история, поэтому я как бы не в курсе дела. Ну поехали, 25 адептов. Хорошие, кстати, потери. Не дать, не взять. Так. Потери были хороши. Рельеф был ужасен, да? Ужасен, ужасен. Ставим рядом наших щитовиков. Вас, наверное, убираем. Грифоны. Да тоже, наверное, не нужны они в этом бою. О, как! И мы их даже блокируем. А этот никуда, что ли, не бежит? Он тут протихнут, что ли, не может? Ёлки-палки. Неприятно. Ну тут мы, короче, просто подставим. А, может, всё нормально. Но не добегает, да? Ну да, вот из-за этого камушка. Ну тут что поделать? Надо, наверное, просто подвинуться вот так, на одну клеточку. Двадцать восемь урона. Неплохо. Неплохо они отоварили. Двадцать шесть урона. Как бы сейчас вот сюда он не стрелял. М-м-м, да. Ну, смотрим. Нет. Вместо этого идёт выстрел в арбалет. И это меня полностью устраивает. Так, здесь сорок восемь единичек жизней. В принципе, всё нормально должно быть. Вроде как наши потери должны и ограничиться. Вот этой единичкой. Всё, здесь уже разобрались. Ну и тут сейчас тоже подставляем нашего конника. Он порядок наведёт определённо. Этот пришёл сюда. Любопытно. А это пойдёт туда, что ли? Так, давайте сделаем минус два. Удачка зашла. Изумительно. Ну и теперь остаётся просто спокойно добить этих ребят. Ну что, подрались лучше, чем автобой. Потери меньше. Это всегда радостно. Всегда плюс. Вылазим на поверхность, смотрим. Хранители пустоты. Но это альтернативный грейд для кого? Для... Как их называют? В общем, юнит шестого уровня в Некрополисе, да? Истязательницы. А это альтернативный грейд для девчонок, да? Из Инферно. Магоги. Ёлки-палки. Сколько тут всякого интересного-то стало. Ладно, давайте на обзорочку пойдём. А что случилось? А на нас напали. Напал на нас Аксель. Напал, причём и убил у нас тут, смотрите, существ. Некоторое количество. Так, ну, при том, что армия-то у него... Не страшная от слова совсем. Правда, сам он страшный. 23-го уровня, как-никак. 23-го это неплохо. 9-10-3-5. Ну, хочется надеяться, что проблем он нам особенных-то не доставит. Так, что мы делаем? Мы, наверное, делаем так. С платника ставим так. Нужно ли нам объединить наших... Паладинов? Думаю, что не помешает, на самом деле. Грифоны... Грифоны, наверное, не нужны. Отделю единичку от ополченцев. Ну, и поставлю её куда-то вот сюда. Просто, чтобы он здесь блокировал. Грифоны там не улучшенные, да? Полагаю, всё должно быть нормально. Так, это как раз хорошо добегает до единички. Отлично. Судачий. Сейчас бы с удачей так ещё бахать, да? Так, здесь пошла атака. Минут 6. Неплохо. Ещё потравил мне чем-то наших стрелков. Ещё чем-то наших стрелков потравил. Так. Ну что, массовое ускорение дать? Удачкой по лучникам хорошо. Так, здесь я хочу вот из этой клеточки атаковать. Так, минут. А здесь мы до грифонов ещё добегаем, да? Кто сильнее бьёт? 15 латников, мечников или 6 грифонов? Я бы сказал, что латники, по идее, бьют посильнее. Ну, их просто в данном случае больше на... Даже не в два раза, да? В два с половиной раза. 6-11. 16-я атака. А тут... 20-я атака. 3-5. То есть... Ну да, они, наверное, чуть больше нанесут. Так, в общем, мы их убиваем. Хорошо, с удачкой. Здесь вейт. Здесь... Убиваем грифонов. И здесь забираем. Так, забираем. А не имеет ли мне смысла кинуть регенерацию на наших арбалетов? Они походят и что-то себе восстановят. Давайте попробуем. То есть они явно... Добьют... Лучников. Ёлки-палки. На них тут действует всякого разного. Немощность, да? Но это он при ударе аксель навесил. Так, ну тут всеми пойдем в атаку. Здесь божественные силы бахнем в них. Ну, на всякий случай. То есть их у нас 13. И причем выжил тут на одном хп. Встало 14. Ну... Не знаю. Не скажу, что я сильно впечатлен. Ну ладно. В любом случае это помогло уменьшить потери в данном конкретном случае. Будет это работать несколько ходов. Так, кандалы неизбежности я получу. У акселя были кандалы. Прикольно. О, куда это нас понесло? Да что происходит-то, друзья мои? Спокойно. Давайте не будем нервничать. Ага, это нам показали, где Дункан находится. У него один крестьянин. Ну, чтобы не скучно ему было в тюрьме, видимо, сидеть. Гарнизон есть. О-о-о! Вау-вау-вау! Здесь 1249 стрелков, которые супер хороши. Ревнители веры 1249. 1249 адептов. И 1019, как этих красных ангелов-то зовут, вылетело из главы. Писали вы мне в комментариях. Да и видел я их вроде. Если мне память не изменяет. Так, ладно, пошлите к обзорочке. Нам нужно засветить окружающие нас территории и увидеть город. Редмайн. Молоделец Бирюзовый. Но мне его надо забирать в любом случае. Редмайн. Не Редмайн. Тут как бы дело такое. Так, как бы мне комфортное отдаление от карты выставить. Башня лучников. Давай возьмем. У нас все равно там за один ход мы не добегали. Да, понятно, что всех лучников он выкупил. Можно в склепик, да, зайти. Перед тем, как на город нападать. А давай. Крестьян там тоже, скорее всего, нет. Хороший склеп. Троечка. Артефакт будет какой-нибудь. Колдовство плюс два. Нагрудничек. Нагрудник огромной мощи. Огромная мощь это здорово. Как ни крути. Так, ну что, интрига в том, будет ли здесь доступна таверна. Прям очень бы хотелось, если честно. Очень бы хотелось. Сейчас мы сохранимся. Но знаете для чего? Для того, чтобы я откашлялся спокойно. Пошел. Очень мне нужно. И сделал потом купюру на этом месте. Ну что же, поехали дальше. Как я уже говорил, не то, чтобы я боялся оппонента. Нет, конечно, кого тут бояться, да. Просто надо было привести в порядок свой речевой аппарат. Вот так вот я выражусь. Ну не будем переигрывать, наверное. Фрида тут, ну, уничтожала. Врага. Да, меня же просили еще про города читать. Точно, вот что я еще вспомнил. Ну, давайте я сразу же это и сделаю. Итак, гномский город Фьор. Легенды, мифы и поверье нередко не проясняют дело, а лишь запутывают его. Но в этом случае никто не спорит со словами жрецов. Сам Аркад, бог-покровитель гномов, сошел однажды на гору, где ныне стоит Фьор. С тех пор гномы чтут память о снизошедшей благодати. Ибо шахты, под склонами которых некогда коснулись когти Арката, и поныне изобилуют ценной рудой. Аркад это гномский дракон, да, вот этот священный. Про него мы читали, когда читали про драконов Арката. Склад дает дополнительно плюс одну меру руды ежедневно. Ага, а склад у нас не построен, да? Построен, например, кристалл. А почему или руду? Я просто не обращал внимания, как она прибавляется. Так, что, кузницу ставим здесь для экономики? Давайте, наверное, я пока не буду тратить. Вот тут посмотрю, что у нас в городе есть, что нам нужно построить. Так, ну и прежде всего мы прочитаем про Redmine. Долгие годы люди думали, что злые духи отравили долину на дальней стороне Redmine, но все оказалось гораздо проще. Проезжий алхимик обнаружил необычно высокую концентрацию ртути в скалах и ручьях. Плюс две меры ртути еженедельно, в первый день недели. Хм, ну занятно. Занятно. Так, что здесь с войсками, что здесь с отстройки? Можно просто поставить ратушу. У нас седьмой день. Войска первые четыре уровня. Грейды есть только на первом. А у нас нету, в принципе, ресурсов особенно, да? Давай мы здесь ставить ратушу. Таверна, к счастью, есть. У нас есть Элайна. Элайна это хорошо. Берем. Есть еще и... Как тебя зовут-то я уже запамятовал? Вайшан. Ну, его мы брать, естественно, не будем. Берем нашу родимую Элайну. Так, хорошо. Немножко христиан. Давайте мы их в ополченцев переведем. 900 монеток. Нормально. Так. Я помню, что мне писали уже об этом, но давно еще в старом прохождении. И у меня память не сохранила об этом информации. Разгон есть в пятерке или нет? Имеет смысл быстрых юнитов давать? Я вот, если честно, абсолютно этого не помню. Я-то ее отправлю на ополченцы. Пусть бежит. Пусть бежит все собирать, да? Все, что плохо лежит. Пусть бежит и берет все, что плохо лежит. Да, надо сейчас будет с караванами разобраться, как это здесь работает. В частности, да? Мы сейчас из башни сможем лучников выкупить. Но это, как говорится, все завтра. Завтра, завтра, завтра. На первый день недели. Плюс дерево. Приятно. Спасибо. Ну и давай под землю. Отправляйся. Конечно, после логистически прокаченной фриды, вот эти вот потуги. Элайны, они выглядят так себе. Потуги в смысле дальности передвижения. А ребятки к нам будут присоединяться? Но эти понятно, что не будут. Эти-то ясно, что воздержатся, да? Кстати, вот их надо, наверное, пробивать на шестерки паладинов. Да и все. Остальных вообще не брать. Чтобы не подставляться под их обилку. Так, ну что? Надо забирать сразу же... Шахты. Шахту руды и лесопилочку. Псины. Елки-палки. Вот это я, конечно, ввязался в историю. Так, горгульи лазуритовые не хотят с нами биться. Хочу на них просто посмотреть. Не то, чтобы надо было с ними сильно драться. Но поглядеть-то любопытно. Что там за лазуритовые ребята? На всякий случай давайте мы встанем опять хорошо и грамотно. Чтобы точно никого не потерять. Полагаю, что лазуритовые горгульи вряд ли справятся с нашими паладинами. Вообще, дизайн новых юнитов, если честно, не всегда мне нравится. Но это всегда дело вкуса. Тут вот абсолютно точно. Регенерация. Летающее существо. Откачивание маны. В смысле откачивание маны? Обалдели, что ли? Маны у нас еще откачивать. Прямо будут откачивать или что? Да нет, вроде. Больше угрожают, да, подобными штуками. Плюс два. Это сейчас было что? Да, но урона совсем не наносят. Они регенерируют, восстанавливаются. Занятно, слушайте. Очень занятно. Так. Ну погнали. На псин посмотрим. Будем переигрывать с ними. Да нет, наверное. Понятно, что... Просто песики. Луки. Понапридумывают же. Ага. Шестерых арбалетчиков хотят забрать. А мы не хотим. Честно вам скажу, чтобы у нас шестерых арбалетчиков-то забирали. Давайте попробуем вот так пробиться. Полагаю, что у наших... ...паладинов есть все возможности для того, чтобы, да, никого здесь не потерять. Тайные луки, стрелок, механизм, непробиваемость магии 50%. Магическая атака. Обалдеть. То есть кто-то заколдовал лук и заставил его вот так стоять и стрелять. Любопытно, что тут скажешь. Так. Ну и мы ставим... Кузницу. Есть. На следующий день поставим... Ратушу. Да. На этом, наверное, с гномами... С отстройкой гномьего города закончим. Хотя... Поглядим. Так, героя еще одного наймем, чтобы здесь он помогал нам лутать окрестности. Да, ну... Лавовые гидры, елки-палки. Создание, конечно, много, да, улучшенных именно нам попадается. Но вампиры, по-моему, не дают посмотреть. Ну, в общем, обычные вампиры, судя по виду. Это видно. Так. С караванами сейчас буду разбираться. Сейчас буду утупить. Сразу вас предупреждаю. Людей чувствительных к таким моментам просьба не смотреть. Так, пойдемте здесь древесину подберем. Итак, караван. Пока я не забыл. Где-то была вклад... А, вот... Нет. Это переподготовка. Слушайте. А как это должно работать? Вот это может быть? Нет. Это просто информация о существах. А как караван-то вообще делать? Вот здесь, по-моему... Нет. Тоже информация. Вот здесь, в нанимальнике, есть... Во. Переключиться на окно найма. Видимо... Так. То есть мы забираем лучников, да? И за один день они к нам приедут. Так что ли получается? Данная караванов. Ну да. Слушайте. Ну прикольно. Вроде просто. Вроде проблемы нет. Отлично. Ух ты. Дугал пришел. Красавчик. Тебя-то мы и ждали. С таким вот количеством арбалетов. Это же всегда приятно. Так. А можно ли нам улучшить сразу их? Ну-ка. Сразу же по строечку. Нет. Нам нужна руда на это дело. Можно вместо этого магистрат воткнуть. Давай. Давай. Тут магистрат. А тут что у нас? Ратуша, да? Пошла. Так. Ну и денежек вроде как будет больше. Это неплохо. Так. Теперь. Дугал. Чем бы тебя общественно полезным занять? За крестьянами что ли отправить? Наймем тебе кого? Давай одного грифона тебе наймем. Будешь на одном грифоне гонять. Вот так. Вот так нормально. Ну и сразу же разгрузим нашу девушку. Чтобы она всякими вот такими техническими вещами не занималась. А думала что делать дальше. Так. Что делать дальше? Тут вообще такой гарнизон. Что да. Вот без шансов. Я согласен. То есть да. У нас прокачанная барышня. Но надо как-то укрепляться. Для этого что нужно делать? Ну прежде всего мы доедем за шахтой. Я помню о своих планах. О том что хотел это делать. Давай сначала за флагом. Теперь сразу за шахтой. Преследовать будем. Опыт есть опыт. Все остальное соберет наш товарищ. Латников забрать хочется. Да. Клевер. Мне также спасибо. В комментариях рассказали как работает удача и боевой дух в пятерке. Что это не тройка. Где плюс 3 максимальное значение. Что здесь плюс 7. Поэтому мне артефакты на удачу тоже отлично зайдут. Так что обязательно их берем. Вот он караван наш едет с лучниками. Да. А это он упер у нас крестьян. Понимаю. Понимаю вас. Ну не забрал. Шахты. Так что. Ну не шахты. А так был. Был конечно. Он же не дрался. А внешние жилища. Ну что же делать. Здесь нет существ. Ну зато теперь здесь есть мой флаг. Я вам так скажу. Существа с существами. А флаг тоже нужно не забывать ставить. Так. А сразу здесь разведочку сделать или потом? Потом наверное. Сейчас пока займемся полезными вещами. Будем подбирать выбитые ранее ресурсы. Ну что. С грифонами сдюжат наши... Кавалеристы наши паладины должны. Я ставлю на то, что сдюжат. Давайте через вы. Улетел. 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 А здесь давайте каменную кожу прокинем на всякий случай. Улетел. Ну это понятно. Мы отбежали. Мы отбежали и нет проблем. Ну да. Это понятно было, что вы будете делать. Здесь в общем-то был секрет поля шинели, да? Угу. Ну погнали. Бить их уже сейчас. Минус пять. Атаковать? Да, атаковать наверное. Минус десятка. Тем более мы еще входим. Тридцать пять урона, да? Он наносит. Ну. Нормально. Нормально мы здесь разобрались. Без проблем. Так. Ну что. Арт сами заберем сразу же. Вас тоже сразу посмотрим. На предмет присоединения. Не хотят. Присоединяться не хотят. Брезгнут нами. Ну брезгуете. Сейчас значит будете получать. Наверное даже. Слушайте. Наверное даже вот так. Хотя можно было постануть. Нашими инквизиторами каменную кожу. Толку было бы больше. Ну ладно. Не страшно. Тут в общем можно как угодно действовать. И все равно итог будет один и кинешь. Да. Паладины хороши. Прям вот. Нравится мне. Здорово что они у нас есть. Так. Ну что. Опыт берем. Это наверное будем золото перерабатывать. Ну и сразу сюда доедем. Шахты заберем. Да. Все равно нам нужно подождать. Какое-то время набрать армию. Хотя может быть. Имеет смысл город. Где-то. Взять. Еще. Так. Нам нужна магия. Нужно. Нужно вообще всех отстраивать. Да. Всех наших парней. Все наши войска. Так. Руда будет. Там он две кучки лежит. С этим проблем ожидать не приходится. Поборники веры. Смотрите какие. Интересные. Но это похоже на ассасинов же. Да. Это их грейд тоже альтернативный. Или кто. Свирепые минотавры. Действительно свирепые. Клочья разодрали мне двух грифов. Ладно. Работаем по той же схеме. Ну затанкуют же они удар шнадцати минотавров. Ну что. Ну кстати неплохо да минотавры нанесли. Неплохо так было это. Единичка выживает. Ну и все. Едем дальше. Да вы учитываете еще какая защита у нашей девушки. Так что тут. Дикие капа. Это кто? Надо заходить смотреть. Мне потому что по картинке вообще непонятно кто это. Что это? Давайте разделим. Да. Вот так наших парней опять и поставим. Надеюсь что дикие капа нас не разорвут. Живое существо. Не восприимчивость к управлению разумом. Не восприимчивость к стихии воды прыжок. Слушайте. Ну нужно конечно. Нужно конечно так. А почему не дают прочитать? Ну-ка. О. Безмозглые да ребят? Зато укрепленные всячески. Джунгли скрывают множество секретов. Один из которых это дома диких капа. Эти существа казалось бы безобидны. Но не стоит их недооценивать. Они очень опасны и проворны. Их можно нередко встретить среди войск нагов. Войск нагов? Интересно. Ну да. Понятно почему нельзя управлять их разумом. Хе-хе-хе-хе-хе. Стихии воды прыжок. О. То есть они могут на нас прыгнуть и прям пробить по нам. Ну-ка давай. 63. Ничего себе. Ничего себе. Так они мне сейчас его снимут. А. А эти не стали прыгать. Почему? Непонятно да? Ну ладно. Не стали и хорошо. Но это конечно жестко было. Это было очень жестко. Да. Еще бы один прыгнул и все. Я боюсь что даже несмотря на защиту. Там ничего мне не светило. Хорошего в этом бою. Так шахту тоже мы естественно сразу к рукам приберем. Даже не знаю плохо что такие существа нагенерировались или нет. То есть понятно что все что должно быть по компаниям, войска, там все вот это будет ну в том виде в котором и должно быть. А так ну наверное пикантности определенной добавляет. Хотя знаю что. Есть зрители которые не любят вот таких мододельных историй. Я в принципе не могу сказать что я сам прям большой их фанат. Но у меня они если честно не то чтобы прям ну сильно напрягают. Ну есть и есть. Так и так. В чем-то даже прикольно. Так а до руды он не добегает. Да что ж ты такой кривоногый то. Наверное надо сразу хижину забрать. Потому что мы туда убежим и все с концами. Хотя нет руда нам важнее. Подожди хижина это все крестьяне и как бы как добежим так добежим. Здесь что мы делаем. Здесь нам надо ставить монастырь. Есть. Хорошо. Здесь шахту забрали. Застава. Тоже надо забирать. Конечно хочу. Не-не давай без потерь. Давайте ты выбрасывай из головы вот эту всю глупость. Ну что и тут можно даже не так. Тут можно даже вот так сделать. А нет тогда. А ну там и все большие существа. Вода никто не пройдет. Вот так сделаем. Да и все думаю здесь. Проблем не будет. Хотя тут в защиту встанем. Так минус анду. Слушайте ой 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 сейчас же минус будет. Да минус один. Вот же ты. Нехороший. Ой так ладно. Давай что здесь минусанем. Не минусанул с удачей. Ничего себе. Интересно. Интересно. И отрегенить я его. А ну ты слушай. Сейчас регенерацию кинуем. Единичка ты отрегениться как раз. Да. Если бы я не убил. Понятно. Все я понял. Ну ладно. Минус один. Это ничего страшного. И у нас будет ангел. Ангела надо брать. Ангел это хорошо. О да. Да. Ангела определенно надо забирать. Банереты. Банереты. Не знаю. Ничего не могу сказать как правильно. Дендроиды охранники. А что они охраняют? А. Золотую шахту. Так. Золотую шахту надо брать. С деньгами у нас не то чтобы все замечательно. Ледяные демоны. Так. Ну погнали. Зашахты сначала. Единственное что не очень хорошо в этой истории. Что я взял ангела. Что теперь я не могу пользоваться своей любимой тактикой. Да. Ну с наложением рук. То есть. То у нас было два плодина. А то один. Ну ладно. Ангел нормально. Должен тащить. Здесь вейт пока. Вейт. Здесь. Будем что вообще холдовать то ей? Я даже и не знаю. Да можно наверное. Магии много. А я не использую. Тоже не прикольно. Божественная сила. Так. Давай каменную кожу. Кидай в одного парня. И в второго. Ну ты стреляй. Ясное дело. Так. Дев. Дев. Это что он делал? Колдун. А. В смысле. Ты колдун. Какой ты. Блин. Вот сделал не то что хотел. Ты колдун. Какой колдун. В смысле. Что ты колдуешь такое? Какой свирепый. Вы посмотрите. Дендроиды охранники. Колдун. Это существо может использовать определенный набор магических заклинаний. Запасы маны ограничены. Но в начале боя всегда полны. Но мы не понимаем да. Что именно он умеет колдовать. Так. На кого я. На вас. Да. Накладывал каменную кожу. Или нет. Я же на кого-то накастовывал ее. А. Вот на ангела. Нашел. Наконец-то нашел. Ну ладно. Давай вот сюда. Каменную кожу. Ну бить то страшно. Но он колдун. Вон да. Сейчас. Как что наколдует там. Так. Деф. Деф. Минус 3. Или что-то колдовать. Или просто бить. Не знаю даже. Давайте бить. Минус 3. Есть минус 3. Минус 3. Открись всего. Спасибо большое. Спасибо тебе. Еще минус 1. И вот. Колдунство. Да. Прошло. Мана. Ага. Мана. Все. Я понял. Так. Ну. Надо наверное регенерировать. Что делать. Сейчас понятно. Уже кидаем регенерацию. И пытаемся восстановить наших арбалетчиков. Там. Что из этого выйдет. Сколько там их восстановится. Ну посмотрим. Он еще раз же будет атаковать. Да. Угу. Атаковать. Ну и в принципе сейчас он потопает вперед. Это хорошо. Он не очень быстрый. Поэтому. Плюс 2. Так. А у нас их 13 было. Нормально. Все восстановятся. В прошлый раз восстановился один. Только потому что. Ну. Там очень сильно он был пробит. На одном хп. Буквально жил. Так. Здесь. Еще раз бьем. И все. Ждем пока восстанавливается арбалетчик. А вот он кстати. Да. Нет. А что это ты не зарегенил. Не понял. Во. Плюс 2. Отлично. Ну и все. Хорошо. Легкая была битва. Без потерь. С таким нормальным тестированием. Регенерации. В боевых условиях. В общем неплохо. Единственное не выйдет ли мне вот это боком. Вот это промедление. Ну хотя вот промедление. Да я говорю. А что мне делать. Мне надо Дунгана освобождать. Ну то есть все намекает на то. Что мне нужно идти за Дунканом. Да. А ну такой то армией. Так. Зачем я сам собираю. Такой армией я же точно не пробьюсь. Ну а если. Если я не пробиваюсь. То. Это же другой коленкор. Совсем. Правильно. Ух ты. Ух ты какие. Какие бодрые. Ладно. Поглядим. На что вы способны. Так. Ну мы убираем всех вот этих ребят. Опять таки. Убьемся. Так как мы и бьемся. Ух ты. 176 урона. На 6 хп выживает ангел. Ага. Ха. Ничего себе. И я не добегаю чуть-чуть. А если я ускорение кину? Если я кину ускорение. Ну меня интересует только рыцарь. Тут бы конечно по шкале перекидывать. Ну-ка. Да. Есть. Отлично. Это вот очень хорошо. Это я бы сказал просто замечательно. И десятку я снимаю. Отлично. Да. Это было волнительно. Когда ангел выжил на 4 хп. Прям вот конечно. Жесть. Так. Ну по опыту тут мы видим. Нам еще. Много нужно. Так. Бенареты. Ну пойдем к Бенаретам. Поглядим на что они способны. Не посещалось. Так. Сейчас исправим это. Досадное недоразумение. Посетим. Подберем ресурсы. Руда. Кристаллы. Кстати. Кто в этом. В этой сборке модов разбирается. В Ева. Да. Тут пятерки. Подскажите мне. Что за ситуация с существами. Возможно мне нужно где-то опцию какую-то поставить. Выключить. Но я так понимаю. Что для этой карты уже ничего не изменится. Уже здесь все сгенерировано. Сгенерировалось. Но хоть на будущее. Чтобы я знал. Чтобы можно было этим процессом управлять. Ну и дайте обратную связь. Вообще как. Никого не напрягает. То что. Есть такие. Не слишком. Скажем. Классические существа. Я свою позицию уже обозначил. Но я понимаю. Что у. Других людей. Она может быть. Иной. Так. Ангелов строить нельзя. То есть нам на этом ходу. Что нужно делать. Нам нужно отстроить арену. Раз. Два. И замок. Да. Как раз. Четыре постройки. По ресурсам мы вкладываемся. Десять. Десять. Пятнадцать. Я не уверен. По дереву. Можем не уложиться. Да. А есть где-то дерево. Пробить. Отобрать. Отобрать там. Вот здесь. Пробит. Сейчас мы еще подберем кучку. Ну. Многое зависит от того. Что за кучка. Была бы еще. Вот допустим. Вот еще есть древесина. Не. Хватит. Должно хватать. Отлично. Планы у нас амбициозные. Но. Все нормально. Вроде как все у нас хорошо. Хороший у нас приход золота. Не зря мы пробивали обе шахты золотоносные. Плюс у нас. Один город несет денежку. Вторую денежку несет. Да. Второй несет. Так что. Так что все нормально. И тут древесина. Замечательно. Просто. Чудесно. Магия хаоса. Смотрите. Молитву тебе возьмем. Малиси Лайна. Это последнее что нам остается. В противоборстве с этими новыми ревнителями Веры. Появившимися в этом мире. Так. Поборники Веры остались непробитыми. Ну и мне это все равно. Пятерочка древесины. Ну нормально. Нормально. Учитывая что мы уже под землей нашли в костерке. Еще там есть один вариант ее забрать. Сразу же давайте строиться. Капитолий. Капитолий прикольно. Круто. Но мне надо отстроить именно вот прирост. Именно прирост. Сделать это обязательно на этой неделе. Ну да. Нам уже древесины хватает. Отлично. Даже без учета шахт. Так. Здесь. Новые ребятки. Нет. Грифона не надо отнимать. Мы к нему как-то уже привязались. Это наш домашний любимец. Если вы понимаете о чем я поехали. Смотрим на этих парней. Смотрим на этих парней. 50 жизней. Ух ты. Сколько они всего умеют. И какие они инициативные. Инициатива 11. Беннереты олицетворяют собой честь, храбрость и бесстрашие. Благодаря своим боевым заслугам они обладают военной славой. И потому способны на поле боя вести за собой дружественные отряды. Кроме этого сражаясь с неописуемым остервенением. Они зачастую предрешают исход многих битв. Свою пользу умеют кучу всего. Как я сказал. Так живой существо большой щит. Ясно. Защита союзников. Ясно. Оглушающий удар. Ясно. Плюс один боевой дух. Боевое безумие. Прикольно. Присутствие командира. Прикольно. Аура храбрости. Слушайте. Прям да. Крутые парни то. Супер мечники получается. Но у нас они не проблют. Я верю в нашу счастливую звезду. Так здесь давай-ка мы каменную кожу накинем на наших парней. Так мана полная. Давай пользоваться. Что хотим. Что мы хотим сделать. Давай карающий удар. Почему нет? Бахнем. Здесь. Можно кстати и сюда каменную кожу тоже привесить. Так. А вот скорость небольшая. То есть да. Инициатива классная. А вот скорость их подводит. Этих ребяток. Да. Ну и против наших кавалеристов. Они оказались так себе. С соперниками. Так. Что мы качаем. От нападения. Или защиту. Вообще. Давайте защиту. Для разнообразия. Я обычно как-то от нападения играю. А тут будем как-то ровные характеристики поддерживать. Ну и когда твои существования умирают. Это же круто. Не всегда есть возможность ударить первыми. Да. Магоги. Посмотрим на них. Автобой может врубить. Он же никого не потерял. Посмотреть как это вообще работает. А давайте так и сделаем. Колдун. Демон. Живое существо. Ярость. 35. Интересно как он никого не потерял. Еще я бы. Хотел бы знать. Так. Ладно. Давайте автобой делать. Этот улетел. Понял. Так. Что? А он-то как никого не потерял. Ёлки-палки. Слушайте я сейчас буду загружаться. Я конечно все понимаю. Ну просто два паладина мне очень жалко. Я просто. Ну в тройке это работает так. Если ты заходишь в бой. Включаешь автобой. То результаты будут ровно такие же. Как были в бою. Но ты сможешь посмотреть. Как он этого добился. Автобой. Я не знаю даже. Наверное надо с ними подраться. Ну хотя. Слушайте это жестко. Жестко. Да. Вот так вот. Переигрывая битвы. Ну мы поняли. Ну мы поняли. Что в магоге здесь лучше чем в тройке. Они и так то могли нападать. А здесь и того. Вернее это. Грифонов у нас очень мало. Чтобы от них отыгрывать. Это тоже следует понимать. На грифонах мы здесь не сможем играть. Нет у нас для этого резерва боевого. Так здесь мы быстренько восстанавливаем все что было сделано. Отлично. Всех можно нанять. Кстати. А почему у меня вот налогоплательщики сидят в городе и не платят нам налоги? Вопрос. Так. ДНР это сейчас быстренько хрошим. Можно кстати ангелом напасть на него. Сколько он в ответ будет? 46. Хорошо бьет. Прям хорошо. Ангела отведем. Вы подбегаете. Ну и наши кавалеристы здесь сделают свое дело. Ничтоже сумняшеся. Врубились так врубились во врага. Со всей свойственной им пролетарской решимостью. Так. Шахту забрали. Вас. Вас наверное просто на автобое. Не знаю как это сделал компьютер. Ну в общем ладно. Будем считать что он читерил. Мы конечно осуждаем читеров. Но. В общем осуждаем. В общем осуждаем. Так. Здесь кристальчик знаний. Опа. Здесь красный герой между тем. Между тем я что-то тут бегаю. Бегаю. А тут он ко мне уже подкрадывается. Ребятушки. Это любопытно. Кстати говоря. Это очень любопытно. Так. Так. Ну-ка будем посмотреть кто ты что-то. Что ты можешь. Ну понятно да. Лоренцо. В общем такой себе паренек. Слабоватый судя по всему. Эх от кристальчика знаний нас уводишь. Не. Ну его надо убивать. Есть ли вариант нанять кого-то в городе и убить. Вообще есть. Но. Есть у него минус. У такого варианта. Какой. То что. Мы не знаем силы прокачки Лоренцо. Я вполне допускаю что он прям. Такой. Нормально вкачанный. Так. Здесь наверное мы никого не убираем. Вообще я хотел посмотреть. Мы на траве деремся здесь. Или как вообще действие где развивается. На каких просторах. Так. Тебя сюда. Поехали. Нет. Он первого уровня. Ну. Тран. Но тогда что только народу у нас положил. Да. Так. Ладно. Удачка. Где наша? Где наша удачка? Кто бы мне сказал? Убить. Стрелять арбалетами. Ну. Давайте кристалл попробуем. Колдануть. Кстати говоря. Кстати говоря. Угу. Ну конечно. Конечно. Давай обижать наш арбалетчик. Арбалетчика каждый обидеть может. Так. Ты стой пока. Да. Он отбегает от кристалла. Ну и здесь будем нападать. Почему бы и нет. И ангел все заканчивает. Минус два арбалета у нас. Ну что поделать. Что поделать. Ничего не попишешь. Шлем некроманта. Зато мы получили все. Или еще что-то. Видимо все. Ну еще. Побольше стал монопул. Это приятно. 14 маны. Регенится. Забираем. Нанимальник. Идем к гидраму наверное. Так. Здесь продолжаем отстраивать. Не могу пока я пополнить свои ряды солдатами. Да. Вынужден заниматься строительством зданий на повышение прироста. Как говорится ничего не попишешь. Так. Ну ничего. Ничего. Сейчас мы наверстаем. В начале следующей недели поставлю грейд сразу же на арбалет. Заберу их к себе. А то прям меня несколько коробит ситуация. Когда ну прям. Когда нету хорошего стрелкового урона. В конюшню забегать на седьмой день смысла я не вижу. Да. Мы больше потеряем на пути там. Этим самым конюшням. Поэтому просто двигаемся дальше. Так. Наш дружок сейчас выкупит ангела на следующий день. Это важно. Это хорошая история. Так. На следующий день. На следующий день же седьмой. Так. А здесь у нас что кстати по экономике мы дальше можем построить? Максимальный уровень улучшения сооружений в этом городе. Да. Понятно. Все. Я понял. Видимо вот этот домик. А. Ну да. Домик показывает что мы построили все что было доступно. А красный показывает что мы построили уже на этот ход. Все. Да. Я вспомнил что это обозначает. Погнали. Ох уж эти прозрачные текстуры. Да. С одной стороны вроде и красиво все сделано. В этом плане в пятерке. С другой стороны всегда меня смущало. Хорошо хоть в этой сборке. Ну игра не тупит и идет очень бодро. Иногда фризы случаются. Подлаги. Ну я не знаю с чем связано. Не скажу. Так. Ну что. Бегать туда-сюда есть смысл? Я не уверен. Наверное пусть стоит ждет ангела просто. Да. Здесь. А. Так. Стоп. Ангела. У нас же караван есть. Никак я не привыкну к наличию этого чуда. Прогресса геройского. Так. Ну с гидрами бьемся. Их много. Дано. Должны тоже мы здесь побеждать. В общем-то. Без каких бы то ни было проблем. Арбалеты тают. 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 На. Глазах. Арбалеты в армии ухрены. Так. Что это такое было сейчас? Это урон даже мне нанесли. Да? Это благо не добегает. Давай-ка посмотрим на тебя. Лавовые гидры. Явившиеся с глубинных пещер до такой степени адаптировались к окружающей среде, что они боятся жара и могут дышать огнем. Зверюги какие-то, посмотрите. Так. Не воспримчивость к стихии огня. Жидкое пламя. Помимо обычного урона, это существо оставляет на месте, где оно атаковало противнику стену огня. То есть я еще и стены огня сейчас что ли буду получать урон? Внимание, вопрос, стоило ли на них бежать. Так, ну-ка, давай попробуем вот так сделать. Это гидра пошла, я понял. Ангелом лететь или нет? Нет, ну-ка, нет, наверное. Это ёлки-палки. А не отъедет ли наш парень сейчас? Нет, если его убрать, то чё бы он должен... Ага. А, ух, ёлки-палки. Да, этого я что-то не учел. Фу, слушайте, жесть какая. За счет регенерации я его, ну, не вытащу, наверное, как я его вытащу. Тебя надо, наверное, ангелом занять, он пока живет. А эту двоечку добить, да, пока тот регенерирует. Наверное, так, слушайте. Минус одна. Ух ты, а чё это он так отрегенил? Арбалетчик еле-еле, а этот... Тоже я не понял. Пожалуйста, друзья мои, поясните мне эту ситуацию. Ничего себе. Я-то тут задавался вопросом, отрегенит он или нет, а он настолько бодро это сделал. Да, вот эти вот нововведения, конечно, с грейдами, со стенами огня и прочим, доставляют некоторые неудобства. Так, хижина мага. Мы видим город какой-то красный, рядом причем с... А, еще красный город. Рядом с тюрьмой первый город. Так, а здесь город... Это, видимо, мятежники. Это замки мятежников, а красные замки империи. Слушайте, у меня, знаете, какой вопрос родился? А вообще нужно ли мне забирать замки мятежников, если я с ними планирую подружиться? Ну, то есть, план же у Фриды какой? Что она спасает Дункана и дружится с мятежниками. Здесь герой, что ли, есть красный или откуда красный цвет? Вроде как есть, но что-то непонятно, да? Так, ладно, покажите мне нашу девочку. Бежать или нет? Куда бежать? Что делать вообще? Артути у нас нет, да? Шахты еще. Просто углубляться тут дальше или нет? То есть, пробивать ли вот этих вампиров? Понятно, что пробью их без проблем. Тоже луки, что ли? Тайные клинки. А, ну это типа луков, да? Только клинки. Что, пойдем посмотрим на них как-то. Просто я думаю, что делать дальше, куда потом мне... Путь держать. Ну, дорожка вот, к тюрьме очевидна. Старшие друиды. Что-то нет никакого желания с ними встречаться. Разлагающиеся маги. Трезубец титана. Мне как бы не нужен трезубец. Если что. Нужны ли мне эти ресурсы? Ну, с одной стороны, лишними не бывают. Что-то прям я даже и не знаю. Хватит ли мне первой популяции, чтобы нападать на оппонента? Тоже вопрос. Вот что бы себе забрать бы, да? Казармы. Ну ладно, уже поздно. С казармами я уже пропустил момент. Наверное, надо бежать вот сюда. Слушайте, тут еще телепортатор есть. Забирать себе просто лесопилку. А тут еще какая-то шахта есть. Пойдемте к ней, наверное. В общем, начинаем с клинков. Постоял, подумал. Ну, не будем заходить. Просто как луки. Видимо, просто только клинки, да, летают. Этих я, наверное, скипну. Не буду на них нападать. Просто смысла не вижу, да? Разведочка-то как? Точное число показывает все дела. Прикольно. Так, ну и не пропускаем постройку. Последнюю ставим замок. Так, вообще на следующий ход бы нам капитолий воткнуть, да? А не строить грейды на наших юнитов. Тоже верно. Тоже правда. То есть у нас серия получилась такой, что мы дошли до города и как-то здесь осваиваемся, да? То есть прям много экшена нету. Ну, ничего страшного. Неделя льва. Не слишком хорошая неделя, если вы антилопа. Но если вы антилопа, в принципе, немного хороших недель у вас будет. Что-то мне подсказывает. В принципе, это такое дело тяжелое. Так. Волков мы не пробили, да? Сундук не забираем, но забираем вот там серу. Хорошо. Это хорошо. Так, заходим сразу же сюда. Сразу же давайте покараваним, как говорится. Ангела забрали. Хорошо. Все идут. Супер. Все идут. Скоро прибудут. Капитолий. Ну да, надо ставить. Капитолий ставить надо. Все. В принципе, наши вопросы по деньгам мы должны были сейчас вот в этот момент прям вот закрыть, да? Плюс у нас Дункан по чуть-чуть тут тоже что-то тащит. Сера. Так. Здесь самоцветы еще. Да, как же круто, когда у тебя есть вспомогательные герои. Когда тебе не приходится основным тратить усилия на то, чтобы все еще самому собирать. Так, ну здесь соглашаемся. Ртуть, кстати говоря. Спасибо. Руду я даже сам, пожалуй, возьму. Не факт, что наш товарищ до сюда добежит. А нам ее нужно много. Так. Тут кто? Еще высший аргус. Ёлки-палки. Кто это? Что делает? Вообще непонятно. А идти-то к нему как? Как-то так, что ли? Нужно ли мне к нему сейчас идти? Вот в чем вопрос. Или по дорожке вот так возвращаться? Давайте, наверное, вернемся. Пока будем бежать, возьмем армию как раз. Я думаю, да, нормальная история. Аргус с аргусом. Ну и, кстати, я не скажу, что я тут на траве воюю. Да, тут как бы какие-то топи. Но вот тут трава уже есть. То есть, в принципе, навык родной земли. Или как он там называется? Родные земли. Как это там звучит правильно. Будет здесь отыгрываться. Это хорошо. Плюс две скорости. Конечно, это супер. Супер усиление. Так, это нашего врага, да? Караванчик поехал. Ну как бы... А, ну хотя это не красный. Это бирюзовый. Но этот город мы тоже же у бирюзового отжали. Я ничего же не путаю. Пойдем бахнем минотавров. И в заставу, наверное, сразу заедем. Так, а здесь что охраняют чемпионы? Просто три сундука, что ли? Странная охрана для трех сундуков. Я бы сказал, перебор по части экшен. Так, надо забрать еще лучников. Здесь Элайна вроде как все закончила, да? Все свои дела. А у нас под землей еще есть место, где разведочку надо провести. То есть она тоже полезно проводит свой досуг. Не зря девчонку выкупили. Так, ну что? Идем в город. Что делаем? Теперь начинаем ставить грейды. Ох, ополченцев у нас сколько будет. Прям предвкушаю этот момент. Так, а нам же не обязательно доделать всех родных. Мы по идее... Слушайте, а как переделать его? Ну-ка. Вот так, да? И меняем грейд. Я понял. Прикольно. Да. Нам же не обязательно выбирать только родные грейды, да? Которые классические. Можно и красных себе брать. Ну вопрос, хочу ли я этого или нет. Я, если честно, не могу на него ответить. Прямо утвердить. Хотя, слушайте. Вот красных арбалетов, наверное, стрелков наделать. Вообще-то, да. Стрелки круче арбалетчиков. Буду делать красных стрелков. Может, это и несколько не канонично. Не по сюжету получается. Но, с другой стороны, просто появилась такая технология. Да, то, что какие-то арбалеты там специальные. То, что они одеты в красные плащики. У каждого, знаете ли, свои недостатки. Вот у некоторых такие как раз плащики. Так, подход к тюрьме, да? Неплохо было бы еще светануть. Ну, я думаю, это мы успеем. В общем, по идее, по идее, нужно скупать популяцию. Всех улучшать. Сколько у меня вообще народу в городе войск? Так, ну мы по порядку идем. Ну, наверное, да. Отставим прям по порядку. Не вижу смысла там что-то выдумывать. 7 паладинов. У нас 6. 13. Будет пара ангелов, да? Я просто прикидываю, насколько адекватно с такой армией нападать на тот гарнизон. Ну, можно будет попытаться. Я вот что вам скажу. Наверное, в этой серии мы скоро будем закругляться. Сейчас мы Фрейду, может, до города доведем. А в следующий уже пойдем сразу же отбивать Дункана. По крайней мере, пытаться это делать. План такой. Хотите? Хочу. Хочу. Хочу ангела здесь найти. Ангела здесь нашел. Пожалуйста. Отлично. Отлично. Дела отлично, как обычно. Так. Проход к городу где у нас вообще? А то есть вот сюда мне не надо. А сюда просто дорогу в край карта. А я понял. Сюда и при всем желании, да, не пройти. Так, лучников забрали. Внешнее жилище. Здесь мечик. Меч мощный плюс два нападения. Охраняют. Жрецы пламени. Пойдем. Заберем артефакт. Лишним не будет. Крутые они, да. Они вон меня там пощелкали. Это нормально. Жрецы пламени. Так. Ужасный рельеф. Вы посмотрите на это убожество. Так. Здесь защита, наверное. Тебя что, уберем? Какой смысл тебя держать, да? Ну, наверное. Да, конечно, сейчас будет больно что-то мне подсказывать. Хотя... Хотя нет. Больно не будет. Все нормально. Хотя не будет. Ага. Ну, мы регенерацию кинем. Оп. Десяточка. Сколько? С руки. 56 урона. Нормально. Слушайте. 56 как раз. Кину регенерацию. Все будет хорошо, да? Он же вынужден... А, вот так он умеет делать. Я понял тебя. Ага. Вечер, короче, перестал быть томным. Моментально. Ну, сейчас давай все равно регенерацию дадим. Все равно дадим регенерацию. Посмотрим. Даже интересно. Такой бой провести. Минус 5. Хорошо. Дев, дев. Плюс 1. Дев, правда, дев от магии-то не помогает, конечно. Как и щиточек, да? Может, просто минус о нем немножко. Понимаю. А он так много раз умеет делать? Как это вообще работает? Вот в чем вопрос. Много ли раз он так умеет делать? Да, и надо... Так, ну тут мы регенерировали. Ну, наверное, ждем, пока отрегенит там монах что-то себе, да? Что-то себе отрегенит монах. Как вы считаете? Что именно будет себе регенить монах? Нормально. В общем, арбалеты пали. Ну, ладно. Палатка разрушена. Но будем как-то держаться в этой ситуации. Да. Жрецы пламени, значит, да? Убить его действительно нелегко. А без огнеупорной брони к нему лучше и вовсе не приближаться. Это точно. Дорого нам меч обошелся. Ну да ладно. Так, ты. Ты продолжаешь свой забег. Чтобы провести свою разведку. Что-то меня сегодня на вокал тянет. Уж не знаю, к чему это. С чего это. Так, ну ладно. Так, ты что делаешь, дорогой товарищ? Ты бежишь. Там я что-то вкусное отбил. Во, сундучки. Тут древесина. Всякое разное. Хорошо. Кто-то до города там добрался или так все добрались? Платники, да? Слушайте, ну у нас что-то сильно меньше войск получается. Наверное, надо еще одну неделю будет ждать. Брать популяцию. Вот после этого уже идти нападать. У нас будет и ангелы 4. Ну, наверное, слушайте. Наверное так. Ну, пока я добегу, кстати. Где-то так и получится. Хотя, наверное, ход другой останется еще, да? Надо подумать, как это просто грамотнее организовать. Сейчас четвертый день. Так, здесь конюшню посетили. Сейчас надо уже заканчивать. Все, если я с подсчетов не сбился, и они у меня верны, то хронометраж мы уже выбрали серии. Не то, чтобы что-то страшное есть в том, чтобы его превысить. Но в то же время... Можно этого и не делать. Так, то есть мы раз, и вот мы-то рядом уже, да? С городом. Пробить ли тогда в этой связи элементов бури? Ну, давай, наверное. Почему нет? Двух ангелов положили. Что-то страшное происходит. Что-то просто ужасное здесь происходит. Как-то положили двух ангелов. Как? Ага. Я понял, как они это сделали. То есть это тоже какая-то новая версия. Улучшенная. Так. Получи. Распишись. Я надеюсь, все молнии на этом... Нет, молнии на этом не закончились. Не, ну это надо загружаться. Это надо тут вот прям без вопросов. Ой, да. Вот эти грыды, конечно, альтернативные всякие. Это веселая история. Элементали, которые бахают молнии. Это супер. Тут вот ничего не скажешь. Так, ты куда бежал? Да. Ты сюда и бежал. Молодец. Продолжай бежать. Так что сделать нашей девочкой все-таки? Что все-таки ей сделать? К элементам бури не пойдем. Ну там за два сундучка вот это все терпеть, что-то там выдумывать. Наверное, я пас. Забрали. Здесь забрали. Да ясно, что мечников нет годных для найма. Зомбиков пробьем. Пятерку этих отдавать. Да не хочу я никого отдавать. И так что-то мрут как мухи все еще отдавать тут сейчас кого-нибудь бы. Да, два грифона, конечно, достаточно бесполезно выглядят. Здесь что бахнем? Урон? Давай. 17. Не так много, да? Но наши бегуны должны побольше наносить, прямо скажем. Девяточку сняли инквизиторы. Здесь что еще сделать? Наверное, надо кинуть каменную кожу. Ну да, неплохой вариант. Удачи, получи. Распишись. 6 единиц, да, нормально. Ну и все можно резать так. Так надо, наверное, было просто того резать. Ну ладно, это в общем тоже большого-то значения не играет. Удачки, держи. Ну все. Закончили здесь развлекаться с этими парнями. Как говорится, добиваем выживших. Если вообще легально говорить подобное о вот этих вот созданиях, я думаю, что нелегально как раз. Добиваем уцелевших. Во, вот так правильно. Вот так нормально. Вот это я понимаю оппонента. А то одни огненными шарами кидаются, другие молнии стреляют. Ну что это? Что это такое? Так, руду тоже сразу возьмем. Она понадобится сейчас на грейды, на всю вот эту историю. Призраки. О, какие духи. В подвалах разрушенных замков обитают. Единичку что ли сделать? Для разнообразия. Ответочку там снять. Или еще что такое? Здесь. Единичка нам нужна, чтобы духи, да, не пролетели. Нормально. Занятно. А, тут вообще мы заперли рыцаря. Ну и ладно. Заперли и заперли. В защиту встаем. Святого слова у нас нету. Да, вот тут бы, кстати, оно бы было весьма уместным. Ну, я даже не знаю, колдовать здесь что-то нет. Колдовать чего-то или нет, я вот не уверен. Давай-ка бахнем по этим. Бахнули. Ничего не скажешь, бахнули. Так. Сюда, промах. Дев, дев, дев. На. Промах. Оп, попал. Молодец. А мы сейчас будем его лечить. А, ну, точнее не сейчас, пока они очень мало отняли. Промах. Так. Дев, встань. Такой очень содержательный поединок, конечно, получается. Ну, что поделать. Промах. 58. Ну, полечи, полечите. Я вижу, хочется. Прямо места себе не находишь. Попал. А как-нибудь не сдвигаясь, можно это проделать? Нет. Вот сюда бить, но... Как же вот эта неудобно сделана система. Ну, или я просто к ней не приноровился. Так, ну ладно, бей сюда, если тебе так хочется. Промах. Я вот знал, что ты сюда промахнешься. Толку никакого себе. Один врез. Так, есть. Ну, давай, добивай. Есть. Молодец. Ангел разобрался, короче говоря. Справился с этой напастью потусторонней. Так, ну что, грифончики, да, пошли? Деревяхи нужны. Смотрите, везде нужны деревяхи. Там на грейд паладинов еще двадцатка нужна. Пятерка на монастырь. Грифоны какие нужны? Да, конечно, вот это вот с новой шлейфом выглядит довольно нелепо. Такая шапочка. Мне, наверное, больше нравятся королевские. Все-таки мне они более симпатичны. Ну, конечно, да. Комично все это смотрится. Ну, тут уж как есть, как есть. Так, пропускаем ход. Да, надеюсь, что мне не придется пожалеть о том, что я так много времени тут провел, занимаясь собирательством. Вот, что меня за это враги не накажут. Ну, вроде как... Пока чего-то страшного не видно. Да, чего-то ультимативного, ужасного или чего-то подобного, от чего мы должны плакать в голос. Ну, что ж, друзья мои, предлагаю на этом прерваться, закончить первую серию прохождения миссии выбор, финальной миссии компании Дилемма Фриды. Было интересно, было любопытно. Новые существа, ну, определенно, они внесли разнообразие в геймплей. Но без них, как по мне, было бы лучше. Но я, честно, не специально не знаю, откуда они появились. В прошлых сериях не было. С игрой ничего не делал, да. То есть, вот, никакие настройки не менял. Тут в этой сборке есть настройки, но я, вроде, ничего не подкручивал. Кто знает, как эту ситуацию можно пофиксить, буду благодарен, если напишите. Вообще, я жду от вас обратную связь. Спасибо огромное, что пишете большое количество комментариев. Ну, что ж, друзья, это был Камин... Ну, что ж, друзья, это был Антиквар. Всем удачи и до встречи в Героях Меча и Магии 5 и не только. Пока.